Здравствуйте, друзья, на связи Денис Телегин. Сегодня у меня будет очередной видео-ответ на комментарий, который был оставлен под одним из моих видео. Недавно, примерно года два назад, мы закончили делать ремонт в одной квартире площадью 80 квадратных метров. Это был дизайнерский ремонт и вся квартира делалась в темных тонах, включая ванную комнату. И в этой ванной комнате мы устанавливали сантехнику и смесители немецкой фирмы Wasserkraft. Относительно этой квартиры я снял несколько видео. И одно видео называлось «Ванная комната в темных тонах». И в комментариях к этому видео мне были заданы два вопроса. Первый вопрос – что за смесители, чьи фирмы мы использовали? И второй вопрос – насколько черные смесители, скажем так, практичны в эксплуатации? И отвечу по порядку сначала на первый вопрос. В ванной комнате мы устанавливали смеситель скрытого монтажа с подушевой лейкой и смеситель на раковину немецкой фирмы Wasserkraft. Конечно, данная фирма не так популярна и раскручена, как, скажем, Гроя или Ханс Гроя, но это очень качественный и надежный продукт. Кстати, смесители данной фирмы мы устанавливали и на других наших объектах. И никаких нареканий к ним не было. И если кто-то решил остановить свой выбор именно на этой фирме, но колебается, то смело могу сказать, что смесители этой фирмы прослужат вам очень-очень долго. А сейчас мы посмотрим, как они выглядят. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь, что касается второго вопроса. А именно, насколько смесители черного цвета практичны в эксплуатации? Конечно, вся сантехника черного цвета, а это не только смесители, это и раковины, и даже ванны, все это элемент дизайнерского ремонта. И если дизайн будет составлен грамотно, то вся сантехника черного цвета будет смотреться очень богато и красиво. Однако, друзья, смесители черного цвета не очень практичны в эксплуатации. Потому что на черном цвете заметна вся грязь. А именно та грязь, которая присутствует в ванной комнате. Это остатки мыльного раствора, водяного камня и известий. Выбирая между глянцевым или матовым смесителем, лучше выбрать матовый, потому что, во-первых, он смотрится богаче, а во-вторых, грязь на нем не так заметна. Итак, друзья, я вкратце ответил на два вопроса, которые были заданы мне в комментариях. А именно, смесители черного цвета, чьей фирмы мы устанавливали, и насколько эти смесители практичны в эксплуатации. На этом у меня все. Смотрите мои другие ролики, подписывайтесь на мой канал. Кстати, рекомендую вам подписаться еще и на мой телеграм-канал, чтобы не пропускать новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok